День Города Новые законы, как изменится жизнь россиян с 1 апреля, ликвидировали подпольную нарколабораторию, запрещенный товар изготавливали в частном доме в деревне Павелково Михайловского района. Несмотря на коронавирус, прошлый год стал для аграрного сектора рязанской экономики рекордно продуктивным. Сельское хозяйство сегодня флагман. Цифры, прозвучавшие на заседании Кабмина, одна краша другой, чего стоит только 18 миллионов долларов экспортной выручки. Но это еще не абсолют. Ожидания от этого года еще выше. Максим Васильев продолжит. В докладе министра сельского хозяйства Бориса Шемякина было прекрасно все. И рекордный показатель добычи зерна почти 3 миллиона тонн, и масштабное обновление техники впервые за 12 лет, и резкий рост молочного производства. То, что коровы стали давать больше молока, результат кропотливой работы племенных предприятий. Отмечу, что за год доля племенных животных в областном стадии увеличилась с 35% до 59%. И это вдвое выше среднего и общероссийского уровня. Объем господдержки аграриев за последние несколько лет больше 2,5 миллиардов рублей. И это именно та ситуация, когда вложения окупаются сторицей. В 2020-м Рязань стала экспортером зерна. Впервые со времен царской России. Наторговали аж на 18 миллионов долларов. Если говорить с точки зрения истории, то все время сравнивали с 1913 годом. Да, и вот мы стали опять экспортером. Вот сейчас уже в 21 веке, как раз благодаря грамотной государственной политике, Владимир Владимирович эту политику в свое время определил наш президент. И она действительно может быть однозначно всеми признана успешной. Особый вклад в развитие сельского хозяйства у муниципальных властей. Может, о нем сильные не говорят, но возвращение в оборот неиспользуемых земель – их прямая заслуга. Мы перешагнули впервые за последние, наверное, 30 лет за миллион гектаров возделываемые пашни. Это значимо очень. И причем, если сравнивать с советским, достойным тоже временем для нашего агропромышленного производства, то урожайность в несколько раз выросла. Мы сейчас собираем рекордные урожаи за всю историю нашего земледелия. Благодаря тому на меньших, скажем так, площадях даже, которые раньше были в большем объеме. Рекордные показатели, впрочем, чисто технически, сейчас уже проходные. В этом году ожиданий больше, ориентиры совсем на другие цифры. Только посевной территории станет больше на 43 тысячи гектаров. Подзерно, картофель и масличные культуры. Максим Васильев, телекомпания «Город». 1 апреля – это не только день смеха, но и новая отправная точка изменений в законах. Например, станут другими правила получения водительских прав. Теперь навыки вождения будут проверять исключительно в общем потоке движения. Так называемый полигон отменяется. В России начнут маркировать пиво и обновят порядок регистрации ИП и юридических лиц. Наиболее важные изменения в нашем обзоре. 1 апреля – день отмены так называемых ковидных льгот. Во-первых, истекает срок подачи заявлений на те самые пятитысячные новогодние президентские выплаты на детей до 8 лет. А во-вторых, этот же день – административный водораздел, отменяющий рекомендации властей по реструктуризации долгов. Согласно постановлению Центробанка, должникам все это время не должна была начисляться неустойка. Теперь же за них банки возьмутся всерьез. Для них зеленый свет. Красным цветом в календаре 1 апреля обозначено для социально незащищенных граждан. С этого дня им проиндексируют пенсии почти на 3,5%. Вроде пустячок, но должно быть приятно. Напомним, пособия сейчас получают инвалиды и те, кто потерял кормильца. Индексация рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля. В апреле законодательно запретят продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения. Причем это касается и ноутбуков, и смартфонов с планшетами, ну и, разумеется, телевизоров. Небольшое уточнение – произведенных после 1 апреля. Эта мера – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. С апреля этого года Минюст России будет утверждать порядок введения перечня экстремистских организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности. А вот за пренебрежение антитеррористической безопасностью начнут крупно штрафовать. В законе все четко прописано. За нарушения на объектах низкой категории опасности – до 100 тысяч рублей. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории повлекут штраф до 300 тысяч. С 5 апреля поднимается стоимость эвакуации транспортных средств и их хранения на штрафстоянках. Рост цены зависит от категории автомобиля. Если владелец оплатит штраф в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, эвакуация автомобиля мощности до 80 лошадиных сил обойдется в 4050 рублей. Стоимость эвакуации грузовиков осталась на прежнем уровне – 52 375 рублей. Штрафстоянки также стали дороже. Сутки хранения мотоцикла будут стоить 640 рублей. Автомобили категории B и D с массой до 3,5 тонн – 1250 рублей, свыше – 2480 рублей. Максим Васильев, телекомпания «Город». Зима постепенно отступает. В Рязани можно наблюдать, что на некоторых улицах города снег совершенно исчез. Однако под деревьями оттает немного дольше. Поэтому в парках продолжаются работы по благоустройству. Ежедневно там проводится уборка для того, чтобы граждане могли с удовольствием проводить время. Десяток рабочих, спецтехника, противогололедная смесь – так удается поддерживать красоту и опрятность верхнего городского парка постоянно. Это место давно стало излюбленным для рязанцев. Здесь часто гуляют влюбленные пары, родители с детьми, а пожилые граждане летними вечерами приходят сюда на танцы. После того, как парк начали модернизировать, находиться здесь стало еще приятнее даже в холодное время года. Пока зима отступает, сотрудники дирекции благоустройства города помогают лишнему снегу и образовавшемуся льду покинуть этот парк. Ежедневно здесь проводится удаление наледи, обработка противогололедной смесью и механизированная уборка пешеходных дорожек. Поскольку в этом парке каждый день гуляют дети, способные подобрать любой мусор с земли и попробовать его на вкус, здесь необходимо следить за чистотой. Таким образом, в сквере соблюдаются не только санитарно-эпидемиологические нормы, но и поддерживается эстетический облик парка. Производится ежедневная уборка урн, сбор случайного мусора. Подобная работа проводится во всех городских парках, которые с каждым годом становятся более привлекательными, благодаря появлению новых арт-объектов, детских площадок и мест для отдыха. Устранение наледи и уборка снега продолжится до тех пор, пока зима окончательно не покинет наш город. А дальше сотрудники благоустройства города займутся озеленением территорий. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию на территории Рязанской области. Стоимость партии по ценам черного рынка достигает порядка 560 миллионов рублей. Подробности далее. Запрещенный товар изготавливался в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области, откуда оптовыми партиями поставлялся в Республику Татарстан, Чувашскую республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли из тайников закладок более 10 килограммов, приготовленных к сбыту запрещенных веществ. По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте сети и для конспирации использовали псевдонимы. В результате комплекса оперативных мероприятий наши сотрудники установили одного из предполагаемых наркодилеров 21-летнего уроженца Тульской области. Молодого человека задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нем, а также в машине обнаружено несколько контейнеров с веществом, производным метилфедроном, массой 210 граммов. Порядка 19-20 килограмм готового наркотического вещества. Какого? Поставить соль вещества. Общий у вас соль вещества, соль вещества, да? В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование. Более 110 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 килограмма наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта. Более 250 килограммов наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей. Следственной частью следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела в отношении задержанного избранного меропресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все звенья цепи распространения произведенных в лаборатории наркотических средств, а также соучастники противоправной деятельности. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Громкие звуки, доносящиеся от соседей по дому, которые к примерным бурно празднуют день рождения или делают ремонт, часто становятся яблоком раздора между жильцами. В настоящее время установлено определенное время, в которое запрещено превышать допустимые пределы шума по ночам. Теперь же подобные тихие часы хотят вести и днем. Звуки дрели, молотка, громкая музыка, крики и грохот мебели – с этим сталкивалось большинство россиян, проживающих в многоквартирных домах. Подобный шум не только мешает хорошо выспаться, заняться учебой или работой, но и при выполнении повседневных дел подрывает в психику соседей, вынужденных слушать грохот. К счастью, давно придуман закон для того, чтобы соседи между собой не решали вопросы, связанные с шумом на кулаках, и регулировали проблему цивилизованно. В нашем регионе сейчас определено время тишины с 11 вечера до 7 утра. Нарушителей ждут штрафы. Предусмотрены штрафы. Штрафы по физическим лицам от 1000 до 2000 рублей, по юридическим лицам от 5000 до 10000 рублей. И, соответственно, жаловаться необходимо, если нарушается уровень шума, какие-то вечеринки у вас соседи проводят, то в полицию. Полиция все приедет, зафиксирует и оформит административный протокол. Если к ночному времени тишины рязанцы постепенно привыкли, то теперь, возможно, появятся и дневные часы, свободные от шума. Законопроект одобрило правительство Рязанской области, после чего его должны рассмотреть в областной доме. Законопроектом устанавливаются периоды времени, на которой распространяется действие закона с 22 часов до 8 часов. Кроме того, предлагается ввести период тишины с 13 до 15 часов в целях защиты прав граждан с малолетними детьми, которым требуется дневной сон. Остается ждать, как к появлению сиеста отнесутся ремонтники, заработок которых напрямую зависит от выполненных работ. Видимо, им придется переносить все шумные манипуляции на другое время. А уже сейчас молодые мамы обрадовались появлению новости о дневном времени тишины. Я, как мать, в принципе, немножечко поддерживаю все-таки это решение, потому что я сталкивалась с огромным количеством людей, которые жалуются действительно на ремонт и шумы вокруг. Девчонки действительно жалуются о том, что все эти лишние шорохи, топоты, там, дрели и так далее очень сильно мешают днем. И как бы, ну, тут можно понять две стороны, и ту, и другую сторону, но мне кажется, что это нужно нам. Укачать, уложить ребенка достаточно сложно в обеденное время, все дети у всех разные. Родители малышей отмечают, что часто необходимо потратить много нервных клеток на то, чтобы уложить детей. Так что сопутствующие шумные звуки не только не дают спокойно спать малышам, но и еще больше давят на психику взрослых. Мамам же тишина в обеденные часы также может пойти на пользу. Они смогут отдохнуть, уделить время себе или домашним делам и наполниться новой энергией. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.tv, а также в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова